Монастырская кухня Я сегодня приготовлю такой простой, нежирный, домашний сыр из молока. Не ферментированный сыр, без сычужного фермента, а такой вот на скорую руку, быстрый, скорый, в общем, довольно вкусный. Ну, а к сыру приготовлю лепешки, которые испеку прямо на сковороде, точнее, обжарю, испеку, как угодно можно назвать. Лепешки из смеси муки овсяной и пшеничный первого сорта. Дрожжевые лепешки из дрожжевого теста. Ну, вот я, собственно говоря, начну с того, что поставлю вариться молоко. Молоко сегодня с утра отходил на рынок и купил домашнего молока проверенного качества. Точно это настоящее, хорошее домашнее молоко. Вот из него как раз можно приготовить этот самый сыр. Переливаю в кастрюлю и пускай потихонечку нагревается на невысокой температуре. А я за это время приготовлю тоже, в общем, довольно простейское тесто для лепешек. Ну, как я уже сказал, лепешки самые простые. Я подогреваю воду. Где-то градусов до 40 примерно. Вот это мука овсяная. Ее сразу по цвету видно, что это овсяная мука. Такая она вот. С коричневого оттенка, может, там такой желтоватый коричневый оттенок. И мука первого сорта. Не высшего сорта, а первого сорта. Она чуть-чуть такая посерее, такая не такая белоснежная, как должна быть, по крайней мере. Мука высшего сорта. Но не надо путать ее с цельнозерновой. Все-таки это разные вещи. Подогрелась у меня вода. Добавляю дрожжи. Подсаливаю. Добавляю еще совсем немножко сахарного песка. Вот совсем чуть-чуть. Не больше столовой ложки. И растопленного сливочного масла тоже. Одну ложку тоже, не больше. До полной однородности надо все это размешать. Пшеничная мука и мука овсяная. Закрою пленкой и отправлю в теплое место для растойки. А сам займусь сыром. Ну вот, совсем скоро закипит молоко, хотя оно на таком небольшом нагреве. Я сейчас выдавлю из одного лимона полностью весь сок. Ну, сначала я опять же молоко подсолю. Тихонечко подливать, понемножечко, полегонечко подливать лимонный сок. Вот оно уже начинает немножко створаживаться очень быстро. Есть почему-то такое неверное представление о том, что сыр в России появился как-то совсем поздно. На самом деле еще в 1569 году сохранился документ в Городске, в котором есть перечень сыры сметанные, сыры губчатые. Есть упоминание, кстати, губчатых сыров, то есть таких пористых, выдержанных. Например, в домострое. Ну и проще, самые разные источники. Например, есть сохранившееся до наших тоже дней описание свадебного чина первого Романова, Михаила Федоровича Романова. И там дружка государев из резов перепечий и сыр. Вот перепечий – это такой, как кулич такой, хлебенный, как раньше писали. А сыр, ну, если уж изрезав и раздав всем гостям, то, соответственно, по куску, соответственно, это сыр именно сыр, а не творог, выдержанный, крепкий. Вот у меня сыворотка уже потихонечку отскакивает. Точнее, сгусток от сыворотки. Порознь становится. Я сейчас подготовлю такую нехитрую, ну, как это назвать, марлю выложу на сито. Так что сыр в России, ну, по меньшей мере, века с 15-го был известен. Да и, собственно, и странно было бы, если бы не заготавливали сыр. И это был именно сыр, а никак не просто там творог какой-то. Почему вот появились люди специальные, вот даже видно, видите, вот сыворотка уже по отдельности пошла. Появились специальные люди, сырники, то есть сыровары. У потомков этих самых сырников фамилия такая появилась, Сырниковы. Например, был такой род сырниковых сыроваров из Тверской губернии, из Кашинского уезда, откуда вот и я тоже превзошел. Аккуратненько выливаю на марлю, у меня такой двойной слой марли. И сначала вот эти хлопья, молоко, свернувшееся, должно само по себе сливаться. А спустя какое-то время, когда большая часть сыворотки процедится через марлю, то можно будет немножко так подсобрать, закрыть марли и какой-нибудь легкий-легкий гнет сверху поставить. В общем, часа за полтора, за два получится замечательный, вкусный сыр. Такой на скорую руку сделанный. А я еще порежу туда всякие пряные травы, и будет совсем здорово. И те самые лепешки, которые я вслед за сыром приготовлю, как раз этим сыром будут очень вкусны, в чем наверняка убедится Олег Рубин. Ну вот, пускай все стоит. Тесто из овсяной муки очень такое вот ароматное, конечно. Даже в сыром виде особый запах исходит от этого теста. А уж как выпечется, так вообще. Раскатываю примерно толщиной, ну, миллиметра. Два, три, не больше. Сковородку надо как следует разогреть, чтобы она совсем горячая была. И никакого масла, прямо так. Конечно, очень вкусно. Такие лепешки готовились на открытом огне. Вот когда большая сковорода где-то на углях стоит или прямо на огне. Получается вкуснее даже. Ну, конечно, вовсе не обязательно овсяные лепешки так делать. Можно любые, из любой другой муки. Ну, вот они уже готовы у меня с одной стороны. А еще очень вкусно, например, в тесто, ну, правда, не с овсяными лепешками, а с какими-то другими, там, например, пшеничные, ржаные. Очень вкусно в тесто добавить, например, жареный лук, чеснок. Тоже очень здорово получается. Зелень какую-нибудь порубленную. Все, что вам нравится. Вот для черного перца. Овсяные лепешки. Воду подогреть до 40 градусов. Вылить в миску, добавить дрожжи и посолить. Затем добавить сахар, ложку топленого масла и размешать до однородности. Отправить в теплое место для растойки. Добавить муку, размешать. Раскатать тесто в лепешке толщиной в 2-3 миллиметра. Сковороду разогреть без масла. Каждую лепешку запечь с двух сторон. Выложить на тарелку и смазать топленым маслом. Вот, дорогие друзья. Такие вот сочные лепешки из овсяной муки. С добавкой муки пшеничной первого сорта. Очень вкусные. Я их промазал маслом. Ну, можно и не промазывать, или можно растительным промазывать, любым другим. Например, пахучим, скажем, льняным или подсолнечным, оливковым. Ну, какой вам больше подойдет. Под гнетом у меня постоял вот этот самый сыр. Я его сейчас, вот что делаю. Я его перекладываю. Ну, часть весь не буду сейчас так использовать. А то, что вот мы с Олегом Робином сегодня поедим. Добавлю зелени. Это будет петрушка, укроп, кинза, базилик, мяту. Вот все, что у вас под рукой есть, все, что вам нравится, можно добавить. Мелко-мелко-мелко я нарежу все это. И вот еще, что я сделаю. Вот у меня нагрелось, сотейник нагрелся. Положу туда ложечку топленого масла, чайную. И сразу же на нее паприку, то есть сладкий перец. Не пережигая, а вот просто прогрев немножко. Дело в том, что паприка полностью раскрывается только в нагретом жире, в горячем жире. Но только ни в коем случае нельзя ее пережигать, конечно. Вот так прогрили. И добавили. Вот такой у меня получился на скорую руку мягкий сыр. И как раз-таки вот в сочетании с такими овсяными лепешками, уверяю вас, это очень-очень вкусно. Посмотрим, что скажет Олег Робин, когда придет ко мне в гости сегодня. Но почему-то мне кажется, что ему тоже понравится. Жду Олега Робина. Монастырский сыр с травами. Поставить на огонь молоко в сотейнике и нагревать его при небольшой температуре. Тем временем выдавить сок из лимона. Молоко подсолить. Тонкой струйкой, малыми порциями подливать в молоко лимонный сок, постоянно помешивая. Затем аккуратно процедить смесь через двойную марлю. Дать стечь жидкости, завернуть смесь в марлю и оставить на пару часов под легким гнетом. Затем переложить из марли в миску. Добавить порубленный чеснок и зелень. Паприку, прогретую в сотейнике, в топленом масле, также влить в сыр. Все тщательно перемешать. Олег, здравствуй. Здравствуй, Максим. Вот, ты знаешь, я приготовил сегодня такую простейскую еду, вроде бы, казалось. Ну, вот это я самонадеянно назвал сыром. Ну, это, конечно, безусловно, такой в русской традиции, это сыр и есть. Творожный сыр? Творожный? Ну, нет, это не творожный сыр. Это другое сыр, да. Вот, а здесь это овсяные лепешки такие, ну, сочные, как угодно можно их назвать. Я думаю, что все это вместе надо есть, тогда вот будет интереснее и вкуснее. Давай попробуем, давай попробуем. Держи. Вот сыр такой плотный получился. Здоровья никогда. Он с зеленью, с паприкой, да, вот такой вот. Мне кажется, что в сочетании с лепешками как раз такой сыр должен сыграть, вот именно с такими лепешками. Это не выпеченные, это обжаренные на сковороде, на сухой сковороде. Вкусно. Мне очень нравится, что и зелень в сыре в этом. И зелень, и паприка, кстати, есть. Вот как раз вот такой вот оттенок такой вот, ну, как бы сказать. Ну, красноватым у него не назовешь, но вот такой вот. Оранжево-коричневый. Он как раз именно из-за паприки. Ну, а я тебя жду нового рассказа. О чем сегодня? Давай расскажу тебе про Ходьковский монастырь. Это где такой? Покровский Ходьков монастырь. Это неподалеку от Москвы, неподалеку от Троицы Сергиевой Лавры. Как раз вот путь такой паломничества из Москвы в Лавру, он как раз подразумевает, что... Заезд в Ходьковский монастырь. В Ходьковский монастырь. Вот, а Ходьковский монастырь, он тоже связанный с именем преподобного Сергия Радонежского. Потому что как раз именно туда, именно в эти места, в 14 веке, в 1330, если я не ошибаюсь, году, переехала семья преподобного Сергия Радонежского. Боярин Кирилл, со своей супругой Марией и со всем своим родом. Как там написано, из Ростова они переехали. Из Ростова Великого, конечно. И как раз вот в эти земли. И там уже был этот Покровский монастырь. То есть вообще Покровский монастырь, он очень древний, может быть, один из древнейших на нашей земле. Потому что мы можем так говорить о его возникновении, просто когда он первый раз упоминается в источниках. Спасибо большое, Олег. Спасибо. Спасибо, Максим. Докормил меня вообще потрясающими этими лепешками. Да вкусные, я согласен. Да, овсяные сыры замечательные. Дорогие друзья, ну и вы оставайтесь с нами. С вами были Олег Робинов и я, Максим Сырников. Следите за обновлениями аккаунта Монастырской кухни. С нами не только интересно, но и вкусно. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода.